так ребят всем привет ну чё сегодня буду делать обзор на книжку сальвадор доли называется вот она блин прикольно далее написано блин поставил машину короче за такой проходной двор много машин ездит люди ходят и я такой сначала начал стесняться думаю может переставить короче рядом вот здесь за углом есть прям свободное место потом такой думаю не но якобы снимаю мне же надо ну ораторское искусство как-то прокачивать мнение других что меня особо не волновало там прохожий ходит может я буду где-то еще снимать поэтому решил все-таки перебороть свой как-то страх да поэтому если буду отвлекаться сорян блин вот чисто случайно мне там на вид и осмотрел какие-то товары но мне было интересно и я потом такую смотрю книжку короче дали думаю о интересно причем там такая была фотка и откуда мы блин может какая-то энциклопедия или еще что-то потому что когда я был в барселоне потом уехали я такой блин там же был музей сальвадора дали чё же мы не сходили ну кого считай один раз там был в испании думаешь надо было бы зайти ну как упущенная возможность ну ладно как бы увидел книжку чисто спонтанно как-то увидел думаю я даже меня в лабиринте там в отложенных не было нигде таких книг думаю куплю издали мне казалось что это толстая такая энциклопедия вот промо доехал и короче девушка встретился забрал книжку думаю блин чё за фигня такая тоненького еще как журнал какой-то я думаю там чисто как это описание картин или биография ну то есть мне было интересно просто именно почитать и здесь во первых это тоненько вообще как журнал может быть вот в конце такой долины нарисованы она мне такая ну да типа там есть биография вот например сальвадор дали открываем вот здесь указано это оглавление да и жизни творчества 90 страниц и я откуда ну окей сейчас вам покажу биографию прошу прощения вот например сальвадор дали жизнь биографии здесь просто по датам раз два три четыре тезисно поступил в школу ушел из школы поступил в институт выгнали переехал туда-сюда и вот так вот все вот как бы две страницы плюс еще картинки я откуда блин ну ладно как бы уже купил купил думаю это как бы дали типа приобщусь там к искусству же интересная как бы картины всегда интересно был там босх такие необычные дали я начал короче читать и во первых очень круто сделано здесь вот прям крутой шрифт написано дали и здесь вначале как раз описывается вот его автопортрет очень крутые общие картины очень красиво нарисовано и здесь описывается как он был маленький короче кто его родители прямо не только описание картина здесь кого переплетение его жизни и картин как оно влияло на его творчество и ты когда смотришь сначала вроде были там нормальные картины вот он рисовал там музыканта отца своего нам был там нотариус по моему если не ошибаюсь ну не столь важно и потом короче описывается что вот он рисовал портреты как он видел допустим где он жил ну вот его это короче область где он короче жил машина поехал переживаю в общем город где он жил в испании море там пейзажи и здесь вот описывается что на картинах которые он писал вот здесь везде есть там допустим море его пейзажи и так далее вообще не хочется конечно спойлерить но здесь вот интересно когда начинаешь смотреть его картины например вот здесь вот девушка да то есть тоже замок горы пейзаж девушку море в общем интересно прослеживается где он жил в общем это как отпечаток как из фото из памяти берутся его картины до его хитом мысли и вот здесь потом рассказывается не буду всю книжку но блин почитать еще очень интересно если найдете есть книжка вообще сальвадора да лиз типа момента тайной жизни как так называется я наверное читать не буду потому что здесь в принципе ну краткой их достаточно но вот здесь описывается что он рисовал там свою сестру например окна потом там на начали нравиться там округлой формы до ну типа сексуальность у него там начала проявляться ну как бы силы возраста девушки значит нравится вот попа и так далее и вот он это обрисовывал и потом тоже вот он здесь пишет как раз пейзажи разные он начал пробовать стиле видение в общем описывается веяния музыки музыки господи мода искусства вот здесь вот они рисовали просто нужно нарисовать какой-то там бред условно да чтобы просто вызывал ажиотаж вот здесь вот картина очень интересно тут не видно ну вот чего короче стоит в в шортах обосравшуюся вот просто и здесь еще разные картины тут вот сальвадор дали если так посмотреть он и саранча например целует там саранчу где-то есть там ухи и так далее тут вот человек например из закрыв глаза да и с рукой просящий а вот здесь вот тоже много короче очень много разных деталей когда начинаешь рассматривать эту всю картину вообще становится очень интересно плюс ну какой-то скрытый смысл он и себя там рисует конечно была там у него мания величия со временем развивается ну как гений черт поделать и в общем он эту картину никто такого не рисовала раньше все таки а эпатаж в общем он привлекал к себе внимание интересно он тут рисовал автопортрет своего друга потом рассказывается что он у друга увел жену короче вот крутой был чувак и в общем интересно оказывается у него вот это была девушка гала и он соответственно здесь вот рисует тоже картины интересно такого характера вот если вот так посмотреть кто дали не видел чувак стоит здесь пах девушка нюхает этот господи короче цветок здесь вот дали нарисован вот так вот если вы видно нос глаз вот соответственно саранча было описано какие то что у него есть там страхи определенные ну из детства да вот кто-то боится собак у кого-то например там саранчи еще что-то то есть это какой-то символ там допустим страха или еще что то почему эта картина именно так изображается плюс здесь много короче еще других деталей вот на этой картине опять здесь замок есть описание каждой картины вообще посмотреть просто интересно и здесь двояк такой то есть человек невидимка очень очень интересно рассказывается как раз вот его вот это про время да вот эти жидкие часы что время идет плюс здесь в часах вот нарисовано вот что такие маленькие часы в них как бы типа вся вселенная скрыта ну то есть очень интересно все вот эти смыслы раскрывается почему он рисовал вот здесь время например на почему он думал что в часах там вселенная плюс здесь есть вот такие вот фаллические как бы элементы вот например чувак у него нога похоже там на фаус и здесь подпорка такая здесь вот хлеб ну это багет испанский тоже как бы твердо и мягкое жидкое время сальвадора дали были определенно свои какие-то он вел понять и там что такое твердо что такое мягкое в картине почему вообще вот так вот он рисует и что это такое то есть здесь даже нарисован мужик похожий на ленина здесь многие его там ребенок то есть тут рассказывается что ночью короче есть смысл этих картин это не просто бред почему там типа ленин почему там ребенок вот то есть вообще куча вопросов возникает интересных будет всегда это изучить дальше вообще про каждую картину здесь можно рассказать я не думал что будет такая интересная книжка и за три часа я прочитал здесь вот например видение то есть чувак сидит у рояля здесь виде лампочек светится 6 голов ленина опять ленин но это какой-то его сон короче ну почему ленин тоже описывается здесь вот тоже например человек стоит у него ну вот если не видно как бы большая такая голова и здесь идет вот фаллическая штука и подпорка почему это так держится вот здесь вот на картине вот видно вот видите человек и вот блин короче я прочитал книжку очень интересное его творчество потом здесь рассказывается описание картин потом вот он начал делать там дизайн например когда было сложно с деньгами и там была конкуренция да там диван шляпки разные здесь вот картина ну то есть эта комната прямо сделано здесь две картины этот столик диван вот почему он эту девушку выбрал рассказывается какие он вел вообще идеи вот например здесь еще например человек такой видите с головы комод выезжает здесь ящики здесь ящики как мода да да с ликером пиджак с одеждой то есть он начал после картин еще делать дизайн разных предметов и здесь вообще описывается что многие вещи которые казалось вообще бредом они потом вошли в моду другие люди просто реализовали что дали сам сделал разные корпуса автомобилей с ну дизайн корпусов по законам аэродинамики потом он допустим накладные ногти для девушек вот это зеркальце да в которой можно смотреться потом прозрачный манекен с водой чтобы туда можно было запустить рыбок и было видно как циркулирует там условно нервная система ну то есть короче очень много всего очень много всего рассказывается чего он там привнес ну понятно что все друг у друга потырили вот потом что еще он рассказывает вот что встречался с зиму фрейдом один раз тут водка бог человек так увидите с комодами с ящиками то есть это тоже свой отпечаток дало на его это вот венера миловская с ящиками боюсь никто не видел вот например венера миловская с ящиками вот потом дальше здесь предчувствие гражданской войны то есть рассказывать почему мягкая почему твердая то есть что на этой картине что обозначает ну вообще очень интересно вот такие вот он картин делал вот эти даже таких разных этих какого не цепанули бы меня здесь разного короче дизайна потом про лицо войны когда началась уже война там в испании в общем очень много всего потом рассказывается как про войну американская к культуру начала короче входить моду здесь вот типа два чувака такие бейсболисты тут если не видно вот кока-кола нарисована бутылка из нее и слизь там черная вытекает вот при этом здесь как бы жидкое время в общем очень интересно и когда читаешь книжку интересно еще почитать про все картины плюс еще очень классно точно очень классно здесь например идет описание идет описание предыдущей картины ну то есть допустим сюжет уйдет после картин и когда ты читаешь и он говорит вот на этой картине вот это вот это он изобразил потому что потому что ты думаешь о прикольно надо вернуться ковры книги назад то есть прямо как как тренинг по искусству вот я конечно был шоке вот он рисовал там свой автопортрет вот мягкие с этими как раз подпорками это автопортрет пикассо когда пикассо тоже бы в это время тоже из испании кстати так он увидел тут описывается почему так его описывает потом про девушку его про жену раз про картины очень блин это конечно надо рассматривать все вот так вот придя в музей просто тупо наверное искусство надо как-то понимать и всегда задавать вопрос типа а как это как-то смотреть что что он хотел этим сказать вместе такие вопросы возникает поэтому вот принципе почитав я не думал что так повлекусь и вообще ну мне прям понравилось еще очень круто не за пропустит youtube нет здесь вот например картина дали и очень интересно что здесь все предметы вот например море она как бы от земли девушка сидит она не касается то есть нога над например пьедесталом вот этим то есть ни один предмет друг с другом не сочетает ну не соприкасается а вот здесь например атомы видите просто из кружочков сделано плюс здесь еще прикольно вот не знаю видно нет вот тут вот будто такая ключица и еще будто атомы движутся плюс из таких кусочков как вот надо было нарисовать здесь что-то облупилась здесь каких кусочков вдаль вот это 3d получается картина вот это гала ну очень блин как это было нарисовать придумать это как бы там была война атомной бомбы вот как бы атомы в общем описывается почему начало все в таком стиле рисовать потом вот например тоже где-то был вот впечатлился да есть кафедральный собор и рисует картинку вот у него память в голове похоже на собор научим далее очень интересно здесь вот как бы про религию например вот тоже картина популярны то есть очень много всего интересного вот например тоже как он видел это вот картина такая извращенская его это старая картина например в начале было где сестра стоит у окна а это как бы вот другая такая виде как бы месте но и с извращением потом здесь вот тоже как бы дали нарисован видите он приподнял типа море на него держится здесь под морем собака то есть он как бы не соприкасается плюс здесь опять атомы и рисунок если присмотреться блин как это вообще можно было такое нарисовать не знаю вот живой например натюрмонт но про каждую здесь все как бы в движении если приблизиться здесь такой вот кубизм например у него пошел ведь вот в общем это стоит короче прочитать и в картину вглядываешься там короче одна одна картина за другой вот например здесь тоже одна из другой перетекает ну короче можно это смотреть это блин очень интересно в общем продали однозначно я рекомендую короче посмотреть вот что могу сказать стоит почитать вообще читайте книжки изучайте это очень все очень прикольно очень интересно а я сажусь вот новую книжку читать сейчас начну посмотрим сколько далее вот в общем дали был блин интересно очень чувак тоже из из грязи в князи и жил и ушел и начал учиться шел к своей мечте ну в общем длинный получился видео вообще можно наверное книжку почитать может есть фильм посмотреть ну вот вот это прямо я был афи в шоке короче офигел от того что ценность намного больше чем стоимость